привет пчеловодам с вами Ефим Деряев сегодня решил я небольшое видео снять по поводу ульев которые у меня вот такие как домики меня просили в одном видео в комментариях задавали вопрос показать про такие ульи некоторые из них у меня реставрированные некоторые такие как были сегодня буду вот сюда сажать рой на это место а эту семью уберу сделаю налет на рой и у меня будет такой небольшой медовичок ну и отготовлю улей заодно вам немножко расскажу про его конструкцию в общем корпус 12 рамочный здесь додановский с отъемным дном дно вставляется в пазы что-то наподобие парапета только снизу а не сверху то есть обыкновенное дно сшито из досок интервалы довольно таки такие приличные между досками позволяет вентилироваться в зимнее время но так вот встает такой вот здесь литочек казалось бы большой но в жару бывает его даже мало приходится вот здесь подкладывать щепки чтобы оторвать дно от улья и создать им возможность для вентиляции это что касается дна по периметру корпуса нашита вот такая рейка на нее ставится крыша здесь вариант только на холодный занос но есть угли с четверти по всему кругу можно рамки ставить так как тебе нравится ну и верхний литок можно делать можно не делать это уже на любителя что касается вот этих уголочков это уже я сам делал из обрезков всякого кровельного металла что касается крыши она коньком доски плотно не подгоняются оставляются небольшие щели для вентиляции объем подкровленного пространства вот в данном случае позволяет установить один рутовский корпус наверх и крыша будет стоять на вот этих вот рейках и никуда не денется сейчас я вам покажу как приблизительно это выглядит вот на этой семье здесь примерно такая же высота этой крыши ну вот как видите корпус рутовский на 12 рамок стоит здесь еще лежит подушка сверху и крыша находится на месте но вот уже два сто сорок пятых уже идет с но обычно два корпуса уже стоит тогда когда тепло задача этой крыши как раз таки сохранить тепло в семье при первом расширении весной когда бывает хорошая погода у нас хороший взяток с ивы у нас очень много ив растет по оврагам и бывает так что весной даже два магазина меда можно снять но это при условии что хорошая погода но ночи все равно холодные и чтобы пчел не студить вот такие крыши это очень хорошо дело в том что свое время как таковые магазины делались из 25 доски иногда даже из 20 ну понятно плюс этой конструкции в том что можно весной расширять магазином и сохранять тепло конечно на фоне современных ульев на фоне современных технологий и материалов это уже все архаикой прошлый век ничего здесь хорошего явно нет он однозначно уступит под по всем тепловым характеристикам современным ульям ну а тогда это было как бы своего рода неплохое решение такая высокая крыша удобно при осеннем закорме можно даже не использовать никакой дополнительной посуды просто сверху на рамки кладем три пакета по три литра пчелы берут и все это хорошо под крышу умещаются но при последних осенних закормках в прошлом году я все-таки ставил пустой магазин это гораздо удобней поэтому это преимущество можно так сказать свести на нет при наличии магазина так можно делать в любом улье при таком устройстве крыши из плюсов можно отметить хорошую верхнюю вентиляцию зимой вот эти неплотности между досками позволяют продуваться крыши без дополнительных каких-либо отверстий все работает отлично всегда над крышей и в крыше сухо взял несколько рамок с вощины для того чтобы показать конкретно у этого улья подрамочное пространство очень небольшое вот какой-то сантиметр вместо положенных двух это плохо то есть это и для зимовки плохо и для всего остального плохо но в некоторых ульях возможно даже вот в этом подрамочное пространство может быть и 4 сантиметра это видимо связано с тем просто какие были доски на заготовках и на что можно было выкроить на что хватало так и делали в свое время но я вот рекомендовал не меньше двух в любом случае больше можно меньше лучше не делать зимой в улочках пчел осыпается создается здесь барьер для вентиляции и короче говоря сырость будет однозначно хорошо заходит рой большой килограмм на три может быть даже потяжелее в раевне было по моему 3 язычка сейчас они оголятся будет видно посмотрим что там есть ли засев я приготовил рамочку специально вот и нож чтобы язычки им вернуть будет строительная рамка там все-таки немалый ресурс положен трехдневного труда рой вышел в субботу сейчас вечер вторника да вот сажаю пока вроде все благополучно и вот эти язычки конечно же тому свидетельство да три язычка один большой и два поменьше часть пчел осталось проявлен сейчас я их еще раз тряхану я просто не ожидал что такой крупный рой что так мало оказывается оказывается место на этой прилет очки ну вот затем все хорошо сейчас буду забирать язычки и ставить их в рамку ну что язычки я собрал в рамку немножко сверху расплющиваешь их к рамке придавливаешь и леску чуть с натягом вниз чтобы она ее придавливала получается все ровно, хорошо правда ромка кривоватая но сотый ровный пчелы практически все зашли немного облепили переднюю стенку улья возможно матка в районе сейчас придется их достряхивать вот ну и поставлю эту рамочку потому что она за севом здесь есть яички яички уже некоторые даже ложатся на бок не знаю видно это или нет будет но чтобы их не студить надо поскорее их поставить в улей прошел час похоже сказочке конец здесь никого нет кроме мертвых остальные спокойненько заходят мне предстоит обить крышу обобью ее баннером у меня этот стулья не был покрыт по-хорошему три года наверное фанера была под открытым небом на солнце на дождях пока даже не расслоилось ну вот покрою баннером походит еще послужит а здесь все хорошо посмотрим завтра как они тут заселятся ну в принципе я им дал одну немножко с кормом рамку остальное вощина плюс их не яички собрал на одной рамке как бы определенный интерес у них сейчас здесь есть есть что строить есть что воспитывать есть что поесть такой получился компот про улей и про пчел всего понемножку кстати улей этот изготовлен очень давно больше 50 лет назад моим прадедом Петровым Василием Павловичем занимался пчеловодством этот человек в Аческом районе Нижегородской области хорошо когда есть продолжение у истории сегодня второе июля уже суббота семейка эта прижилась налет сюда происходил хорошо а семья которую я отсюда убрал наверное два дня была в определенном шоке ну и в конце концов стала работать сколько там маточников я даже не знаю но пчелы проявляют все признаки рабочей семьи посмотрим может быть даже таким образом мне удалось сбить роение сейчас уже вечернее время около семи часов уже даже восьмой час но пчелы показывают определенного рода работу еще не все у них стали летными разберутся дело не в этом хотел посмотреть как они освоили гнездо заодно и вам показать все-таки рой посадил я его считай на десять рамок овощины одну рамку суши и одна рамка строительная посмотрим что чего они достигли ну что семейка у меня по-прежнему это без подушки но им сейчас она здесь не так уж важна здесь тенек практически целый день особо им переживать здесь не приходится от жары все тихо и ровно ну давайте смотреть опа кстати вместо подушки у меня здесь оказывается этот картон стрясло это даже лучше чем любая подушка так ну давайте зазырим что у нас тут получилось по итогу тепло очень греют гнездо уже наверное все тут обстроили обсвоили вау сколько пчел хорошо им здесь жить немножко ну ладно побеспокою я вас девчоночки не жальтесь не жальтесь да они уже здесь как у себя дома себя чувствуют очень даже хорошо знаете что товарищи дабы здесь их не портить сильно я вам просто так покажу вот эта рамка строительная вот она уже даже не видно что это было сделано из трех язычков не и практически полностью ну и дальше там пошло дело пошло дело хорошо это несмотря на то что было как минимум три непогожих дня за этот интервал погода у нас была очень хмурая один раз даже днем было 12 градусов ну вот уже тут тоже все построено правда еще пока вот эту рамку не белит ну и ладно не белит и не надо самое бы время сейчас обработать их щавелевой кислотой но у меня не готов раствор сейчас еще нет расплода закрытого было бы просто замечательно это сделать ну ладно может быть запланирую на завтра это мероприятие хорошо я доволен немножко я их тут сейчас конечно шуганул ну ладно что не сделаешь для контента все на этом видео заканчиваем что хотел то показал в общем четыре дня и рой очень даже хорошо занят гнездом чувствуется тепла нагнали расплод уже как минимум в виде засева присутствует ну и все остальные все остальные блага у них тоже здесь очень быстро появятся вот я сегодня перебирал несколько семей напрыск есть вроде как какой-то хотя бы поддерживающий взяток ну и соответственно для развития это самое то обработают клеща и дам им магазин потому что как минимум магазин они обязаны освоить и принести но этого мало конечно ну там еще осталось половина семьи у нас взятки не такие уж и большие ругается это потому что я тут слишком давно уже и долго разговариваю так что все дорогие мои до новых встреч увидимся как-нибудь что-нибудь поснимаем до новых встреч субтитры